Приступаю к ремонту, потом покажу вам результат. И сейчас еще после того, как полы будут восстановлены, надо уже будет повнимательнее посмотреть на переднюю часть. Она немножко гуляет, но сейчас совершенно непонятно, почему она гуляет. То есть это уже пошло разрушение конструктивы и силовых элементов передней части. Либо из-за того, что у нас просто отсутствуют полы, то есть будка, как понятно, она не держится, и, конечно же, она вот так вот сама по себе гуляет. Так что сейчас сделаю полы, и дальше уже будем думать, что делать с передней частью. Ну вот так вот выглядят полы. Закладные и в полу, и в стене просто сгнили. Вот там пол уже, вот труха, это уже пол внутри. То есть верхний слой фанеры тоже сгнил. Вот я его могу так поковырять. Здесь по-хорошему надо бы снять арку колеса, но арка прижата подрамником, на котором установлены рессоры, поэтому снять я ее не могу. Придется как-то изнутри, разокухонный блок будет снят, все это восстанавливать, потому что там пол тоже гнилой. Вот я палец прям засовываю туда, в салон. Что плохо? Вот эти молдинги пластиковые. Вот, как видите, след от пластикового молдинга. Не сняв его, естественно, подлезть и нормально сделать закладные, восстановить, ну, не представляется никакой возможности. Поэтому снимать обязательно. Но что еще хуже, как видите, вот здесь стоит вот этот как раз пластиковый молдинг. По всей длине прицепа алюмишка, она гуляет. То есть она не приклеена к закладной полу. То есть когда одевается стена, она просто висит в воздухе. И сюда потом вот эта пластиковая накладка ставится. Со временем, 100%, сюда будет попадать влага и начнет корродировать вот здесь алюминий по всей длине кузова. Это плохо. Поэтому буду вот это все заклеивать, все это убирать, сажать на робофлекс, все это проклеивать и потом приклеивать уже молдинг. Так, вот такая вот. Там же, сейчас покажу вам заднюю часть, тоже наделали геморроя немножко производители. Та же самая история. В меньшей степени с той стороны, за аркой, ну, перед у прицепа крепкий. Так, задний правый угол по ходу движения. Ну, здесь начал ковырять вот этот мокрый, постоянно мокрое место было. Здесь вообще все, фанера она сгнила. Вот тут, 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 тут тоже все выбирать придется. Вот как сделали. Интересно, вот эта декорация вся ненужная. Видите, как сделали? Пластик, это задняя панель. Вот зачем вот это оставлять? Такой, на ходу вы едете, постоянно задние углы, так работает аэродинамика, они сырые. Вот здесь такой карман прям сделали. Вот. Он прям воду, ну, просто как, как половником черпать будет. Естественно, со временем все это сгниет. Такая же проблема, вот это алютеки. Сам каркас, пол такой же деревянный. И вот эти вот, все вот эти пластиковые штучки, красивые снаружи, но ничего хорошего не делающие для продолжительности жизни прицепа. Поэтому здесь залью полиуретаном, вообще вот так вот, чтобы туда влага даже близко не попадала. И все это вот по всей длине прицепа прям идет задняя часть. Вот видите, она вот влагу, вот даже видно след. Постоянно набирает влагу. Хорошо здесь еще не успело сгнить, поэтому надо все будет вычистить, продуть как следует компрессором. И потом прям стеночку такую сделаю. Ну, а здесь угол восстанавливать. Хорошо не успели гнить, сгнить закладные. Вон тот угол, то же самое. Та же самая песня. Сейчас покажу вам последствия того, что вот происходит, когда у вас гнилые полы. Ну, дверь на холодильнике отвалилась. Это не я ее снял. Холодильник, как видите, выдвинулся. Все крепления разбило. Это не я его вытащил. Это он сам решил погулять по прицепу. Кухонная зона. Не прикладывая никаких усилий, все саморезы, все повырывало, потому что сама стена, она у нас постоянно пытается уйти вниз. Она ни на чем не держится абсолютно. То есть, по большей половине длины, закладная отсутствует, дырка держится только за счет того, что вот у Белли хорошее переднее крепление, вот это передней стены. То есть, морда крепкая. В задней части тоже. Ну, англичане. Короче, пришлось снимать вот этот поддон для обуви. Утомился его снимать, потому что они, зараза, взяли его тоже, приклеили на клей. Особенно в передней части. Мне надо было понять, в каком состоянии полы здесь сверху. Вот. Кстати, вот говоря, французская кровать, вечная проблема с полами вот в районе вот этого рундука. Блин, если у вас этот рундук, проверьте точно полы. В каком они состоянии. Сейчас этот пластик тоже вклею. Поставлю на место, потому что тут, слава богу, полы нормальные. Ну, вот. Придется разбирать всю кухонную зону, потому что так оставлять нельзя. И закрепить здесь у меня точно ничего не получится. Ну, видите, саморезы. Повыкручивало все. Вон они. Вот так торчат. Вот здесь уже уголок ставили, пытались это все как бы закрутить, но все повырывало. Все поломало, повырывало. Придется все это разбирать, чтобы нормально долезть до пола, потому что иначе его просто не восстановить. Ну, это вот как раз левая сторона по ходу движения. Вот здесь тоже все. Фанера, все. Хлам. Закладная тоже там. Вон, можно спокойно засовывать ножик. Все, труха. Задняя часть к заду полы более-менее. То есть здесь надо смотреть, когда снимется молдинг, потому что сейчас вот, видите, мне совершенно непонятно, в каком состоянии край полов, потому что туда влага попадает. Там никакого не герметика, ничего нет. Вот нужно отгибать. Вот он гуляет. А, ну, задний угол традиционно. Вон там у нас уже такой же вот такой кусок. Он гнилой. Разбираю кухонный блок. Вот вытащил холодильник. Так болтало, что сломало крепление дверки. Вот поэтому оно отвалилось. Так он прыгал. Снимается оборудование. Все достаточно сложно. Потому что, естественно, когда собирают прицеп, ставят оборудование. Стены у вас боковой нету. Она ставится в предпоследнюю очередь. И закручивают в натяг вообще все. То есть они так, вот так вот крепят плита, подключается вот в этом месте. И, собственно говоря, ее выдвинуть, не открутив гайку, невозможно. Все в натяг. Все прикручено. Вот там. Все провода в натяжку идут. В общем, разбирать очень муторно эти современные прицепы. Потому что здесь все закрыто. Отсюда не подлезть. Так болтало прицеп, что сейчас я вам покажу. Видите? Сломала алюминиевый уголок даже. А с этой стороны уголок просто вывернуло. Вот так. Ну, сверху там уголки целые. Так, кухонный блок снял. Мебель, конечно, разочаровывает. Все сделано как-то вообще. Понятно, что все это разломало. Все болтается. Тут вообще укрепление. Сейчас покажу вам, если видно будет. Ну, просто саморез вбок загоняют. Он ни на чем не держится. То есть какая-то болтанка небольшая. И все вот этого начинает гулять. Как она будет держаться? На чем? Вообще непонятно. Ладно. Вот что получается пополам. Так. Ну, здесь, как видите, закладную. Все это я ломаю. Все здесь гнилое. Это вокруг арки. Тут вот ни в полу, ни в стене ничего нет. Понятно, что дело здесь все гнили, гнили, гнили. И дальше она идет. Вот идет. Все там втыкается, втыкается. Ну, понятное дело, что стена здесь, ну, фанера тоже, конечно, сгнила. Так что восстанавливаем сэндвич. И все должно быть нормально. Поэтому, видите, здесь колесо, основная нагрузка идет на колесо. И, конечно, вот в этом месте стена пытается, ей держаться не за что. Она, конечно, пытается просесть туда, вниз. Поэтому мебель всю подразломала, все с мореза повырывала. В общем, вот так. Сейчас все выбрано. Поэтому буду сейчас вклеивать закладную в стену сначала. Потом восстанавливать верхний слой сэндвича. Вклеивать закладную в сэндвич. И восстанавливать снизу. Потом уже буду все это выравнивать и крепить. Как видите, хороший показатель. Если под тумбочкой вот такая грязюка, это значит, есть дырка. Потому что где все нормально, у вас чистый линолеум. Видите, как сломала. Гуляла как. Вот так вот решил сделать накладку из четверки, из фанеры. Приклеил ее. Не стал как бы выбирать, потому что фанера заводская. Она хорошо приклеена к пенопласту. В общем, нет смысла хорошую фанеру трогать. И там вот вклеил закладную. Это закладная в стене. Сейчас, соответственно, там она под длине где-то метр двадцать идет. Соответственно, внизу по полу. Вот там сейчас закладной нет. Сейчас покажу. Туда также буду вклеивать закладную. Когда все склеится, посажу здесь внизу наклей. И все это стены закладные между собой. Тогда стена встанет на место. Пол тоже встанет на место. И потом поставлю из оригинальной фанеры сюда вставку. Внахлест ее сделаю. Потому что здесь скрытая зона. Все равно ничего видно не будет. И все. С этой стороны сэндвич будет готов. Ну вот сейчас, собственно говоря, верх пола фанера. А вот то, о чем я говорил. То, что здесь алюминий весь болтается. Вот он пол идет. То есть от края. Края набирали влагу. Здесь совсем такое уже все. Все сухое, но все уже в труху. И надо будет смотреть по всей длине домика. Вот это. Вот эти вот. Как раз край фанеры. Вот он. Вот этот вот. Надо будет смотреть в каком он состоянии. И все промазывать. А здесь, конечно же, надо обязательно герметизировать. Иначе потом все это через год, через два, через три просто превратится в труху. Ну вот, закладная вклеена. Там, где фанера была совсем подгнившая. Выбираю и делаю. Ну, выравниваю, как положено. Здесь выровнял заподлицо с закладной. Потому что снаружи, ну, еще поверху буду пускать накладку. То есть она зайдет под брызговик и по всей длине закладной пойдет. Теперь, собственно, когда будет установлена, приклеена фанера. Устанавливаю здесь, потому что, чтобы не было толстого слоя клея. Лишних 4 мм клея это не очень хорошо. Теперь все приклеится идеально, потому что ровная поверхность. И уже буду притягивать пол к стене мощными саморезами. Притяну и, в принципе, все. Вот сэндвич восстановлен. Обработаю снаружи маслом отработкой, а внутри специальным, чтобы не было запаха, специальным лаком, ну, специальной пропиткой для дерева. Чтобы было эстетично и, в общем-то, дерево не будет впитывать влагу, даже из воздуха. Все готово к установке кухонной мебели. Здесь я не стал класть линолеум. Обработал фанеру маслом для дерева. Специальной пропиткой. Там вот этот лист установлен поверх оригинальной фанеры. Четверку для усиления. И чтобы кант был ровный, целый. Туда вклеил оригинальный лист фанеров. Сделал в накладку, потому что здесь зона закрытая. В общем, ничего не видно. Смысла врезать, убирать оригинальную фанеру нет. Так что здесь все готово. Сейчас буду ставить мебель, собирать. Закладные здесь все хорошо. Так что ставим мебель и фиксируем технику. Это будет непросто, потому что, как видите, англичане здорово экономят на газовых трубках. То есть, как подключать плиту, я пока, в общем-то, раньше вся мебель болталась, можно было подлезть, открутить. Сейчас как это ставить, вообще непонятно. То есть, подключение плита стоит вот так. Подключение здесь стенка. Каким-то образом надо засунуть плиту, а потом ее подключить. Раньше было просто через верх, длинные трубки газовые. Сейчас все это сделано, конечно, экономят гады. Кухонный блок на месте. Конечно, мебель так вызывает сомнения. Материалы, конечно, максимально дешевые. Сейчас ставлю оборудование, печку, холодильник. Плиту сначала ставим в духовой шкаф с грилем, а потом уже плиту, иначе будет, ну, просто не подобраться к трубке газовой, которая подсоединяется, питает плиту. Дальше рукомойник и кран. И, в принципе, все на месте. Можно приступать к дальнейшему ремонту полов. Сейчас буду устанавливать декоративные молдинги пластиковые. Посажу их на такой тонкий слой клея, чтобы, если что, можно было бы их подрезать, если понадобится снять. Также нанесу герметик, клей-герметик, на нижнюю кромку, на этот самый закат, который будет прижат к полу. Он растечется, приклеится, и тем самым загерметизируем шов, вот этот угол панели, чтобы туда не попадала влага. Как я уже показывал, угол я сейчас уже проклеил. Теперь у нас пластик, алюминий держится крепко, все склеено. Туда вода уже внутрь попадать не будет. И алюминий не будет окисляться, а, соответственно, закладные теперь не будут набирать влагу. То есть там все обработано сейчас, все сухо, все чисто. Сейчас заклею, и все будет отлично. Ну что ж, полы отремонтированы, все замечательно, но, к сожалению, чуда не произошло, и морда немножко гуляет. Гуляет она с правой стороны по ходу движения, потому что там было, видимо, ДТП, был небольшой удар. Прицеп ремонтировали, именно эта часть, она гуляет. Видимо, после удара панель не снимали, как бы ремонтировали изнутри, соответственно, что-то там не закреплено, и правая часть, она чуть-чуть совсем гуляет. Поэтому владелец принял решение, чтобы доделать все до конца, чтобы прицеп уже был отличный. Левая сторона в полном порядке, но заодно я укреплю, конечно, и правую, и левую стороны. После этого прицеп будет ездить долгие-долгие годы. Как раз тот самый правый угол. Ну вот здесь видно, что ремонт делался, как все здесь читается. Во-первых, передняя панель окрашена по низу, и вот с этой стороны часть стены тоже окрашена. То есть, по всей видимости, был удар. Вот здесь как раз болтанка идет с этого угла. Левый угол хорошо держится крепко. Ну вот видите, молдинг меняли, резали, и вскрывали вот до самого-самого верха. Тут видно, что молдинг, к сожалению, хорошо не установили, он весь замят. Так что сниму переднюю панель, все отремонтируем, и будет прекрасный прицеп. Панель снята, очень сложно ее снимать. Надеюсь, это последний Белли, который приедет в ремонт, и все остальные будут хорошие. И ремонтировать, снимать панель будет не нужно. Ладно, все это демагогия. Итак, здесь все гнилое, гнилое в хлам вообще. Вот здесь была протечка, крепление молдинга стекол через винты, видимо, протекало. Здесь тоже все закладная начала гнить. Усилитель придется его менять. Здесь все гнилое, тут все гнилое. Ну, возможно, это последствия удара, когда немножко расшаталась панель, планка. То есть удар был в переднюю часть. Как видите, здесь менялась фанера. Вот этот вот кусок менялся. Я сейчас его пока не снимал. Буду снимать дальше, разбирать. Но видно, что вот ломает. Уголок даже, видите, гнет. Саморезы вырывает. Шатание буду разбирать, смотреть дальше. По всей видимости, вот здесь соединения никакого нет. Но это я увижу чуть позже. Сейчас продолжаю разбирать и буду смотреть и думать, что делать дальше. Так, вот сверху все гнилое. Я буду менять прям сразу целую панель. А вот здесь вот, ну, это заводское исполнение. Вот фрезой выбрано, завернуто. Ну, непонятно, почему сверху. А вот чем Белли не порадовал совсем. То есть вот здесь, где основная нагрузка идет, здесь вообще нет никаких соединений. То есть стена, она просто, ну, никак, никаким образом не притянута к передней панели. То есть здесь стоят уголки просто. Здесь был удар. Вот это вот все менялось. Тут даже нет металлической пластины, как в обычных прицепах. То есть вообще никакого соединения абсолютно нет. То есть я вот здесь кусок отрезал, чтобы посмотреть. Не хочу скрывать переднюю стенку, потому что сама передняя панель, она целая абсолютно. Вскрою вот так, сделаю торцевое соединение. Сюда усилитель поставлю. И закрою все это уголком. Плюс уголок притянется и к передней панели, и к боковой стене. Хорошее будет усиление. Ну, ремонт сделался. Делался так, по-быстрому. Вот эта оригинальная панель заводская, на нее было просто вот на герметик, как обычно наклеено. Ну, так, по-быстренькому сделали. А вот то, что был удар в передней панели, вот сюда он пришелся. Вот сейчас четко видно. Вот он. Кусок, который впаивали, делали. Вот он. Впаянный кусок. Ну, вот так. Делается ремонт. Сейчас покажу, что изнутри получилось. То есть здесь то же самое. При ударе панель сыграла, все полопалось. Ничего, как бы ремонтирую. Вот так трещина идет большая по фанере. Ничего ремонтируют, менять не стали. Просто взяли накладку, прикрутили на саморезы. Ну, на этом ремонт, собственно говоря, был закончен. Поэтому после удара здесь все сыграло. Соответственно, все начало гнить. Протечки пошли. Ничего не протянуто, не загерметизировано. Ну, в общем, по-быстренькому сделали ремонт. Продолжаем восстанавливать. Так, сделал здесь вставку из бруса. Сверх-низ все обвязал. И вверх, и низ. И по низу, и отсюда. То есть полная обвязка идет. Теперь будет торцевое соединение нормальное. Шесть саморезов хороших. Ну, в принципе, здесь также обвязка. Здесь все на клею. И плюс тоже обвязано. То есть теперь никакого щели, никакого зазора нет. Поверху не стал ставить бруски. Из 22 доски просто вырезал. Кусок вставил. Здесь надо будет просто выборку. Сделать под рамку стекла. Ну, в принципе, все. Внутри пойдет фанера оригинальная. С этой стороны я тоже всю фанеру разбитую убрал. Все и вычистил. Теперь надо будет просто поставить оригинальный лист. И все будет нормально. Все готово к установке панели. Здесь все усиленно. Дополнил уголками. Приклеил их на клей герметик. И, естественно, саморезами. Теперь саморезы идут в дерево. И не в двухмиллиметровую фанеру, а, соответственно, крепятся к брусу, который внутри. С той стороны то же самое. То есть теперь передняя панель, она очень жестко соединена со стенами. Обработал саму рамку, чтобы она уже не впитывала влагу даже из воздуха. Здесь вот так, как поставил брус. Ну, доску ушел от этих брусков. Трех штук. Сделал вот такой цельный. Здесь, соответственно, тоже заменил. Внутри поставил оригинальную фанеру. Чуть позже покажу. Ну, вот так готовлюсь к установке панели. Ну что ж. Ремонт Белли Пэджен 7 серии 2008 года выпуска окончен. Теперь это отличный, хороший, крепкий прицеп. С усиленной передней частью. Полы обработаны, восстановлены. Все критические точки загерметизированы. И теперь прицеп можно спокойно эксплуатировать. Что можно сказать вообще о 6-7 серии? Ну, честно говоря, я расстроен. Конечно, у меня в ремонте были и 4-е серии, и 2000-е. 6-я, 7-я серии. Но все это было какие-то незначительные ремонты. Где-то какие-то локальные протечки. Там в передней, задней части. В общем, ничего серьезного. Впервые я столкнулся, что вот так могут гнить полы на достаточно современном прицепе. В принципе, конечно, 14 лет для прицепа это достаточно много. Но мы же видим, что в середине 90-х годов попадаются прицепы вообще практически в идеальном состоянии. Но тут скорее вопрос эксплуатации и отношения владельца к своему имуществу. Почему говорю о 6-й серии? Ко мне на неделе приезжал прицеп на осмотр. Это были сенаторы 2008 года выпуска. В нем точно так же все под копирку, как в этом прицепе. Полы гнилые, морда шатается. Это неудивительно, потому что если гниют полы, соответственно, учитывая, что в этом прицепе уже нет никаких силовых элементов между передней стенкой и стенами, конечно, она будет шататься, если полы у вас гуляют. Что такое 6-я и 7-я серии? Это, в принципе, эволюция 4-й серии. Великолепные прицепы. Мне они очень нравятся. Я всегда говорю, что 4-я серия – это одни из лучших прицепов караванов. Вот эти технические решения, которые в нем применены. Стена стоит на полу, все проклеено, прогерметизировано. Нет никаких вот этих дурацких накладок пластиковых, вот этих всяких красивых элементов. Дань маркетологов и дизайнеров, которые все вот это сделали. И туда попадает влага, все это не проветривается. Во время дождя влага просто попадает на пол, и все это начинает очень быстро гнить. Несмотря на то, что фанера обработана, все равно все, как вы видели, все это сгнивает. И сгнивает достаточно серьезно. И прицеп требует дорогостоящего ремонта. На самом деле все это грустно. Меня так огорчило вот это. Я думал, что вот прицеп, ну не должно так быть. Понимаете, когда вот создается прицеп, вот этот задний закат, который сделан непонятно зачем, в угоду там эстетике, и туда попадает вся влага, и задние углы сгнивают. Сгнивает полностью и очень там требует серьезного ремонта. Я всегда говорил, что прицепы Белли одни из самых лучших. Но я, как говорил, это о четвертой серии. На мой взгляд, те технические решения, которые были применены в середине 2000-х, это было вот такой прорыв в караванинге. И напомню, что четвертая серия были самыми продаваемыми прицепами и караванами на территории Великобритании в середине 2000-х. То есть, они занимали высшие рейтинги в продажах. То есть, они принесли компании такую прибыль, которая позволила им выпустить Белли Алютек, когда все компании, там, вот эти кризисные годы, многие компании просто перестали существовать, там, Аван Дейл, там, и многие там бренды Свифт, они просто закрылись. Белли выпустил в этот момент вот этот свой знаменитый Алютек, который тоже имеет кучу проблем. Если вы хотите о них узнать, у меня есть ролик на канале о Белли Алютек, о возможных проблемах. Там есть ссылки, которые показывают, какие проблемы у этих прицепов возникают. И Белли Алютек, он хорош, когда он хороший, когда он новый и крепкий. И владельцам Алютеков я советую всегда, каждый год осматривать полы этих прицепов. Потому что, если полы будут в таком состоянии, а они в итоге будут в таком состоянии, как в этом прицепе, потому что пол деревянный, сделать их практически невозможно. Так что, владельцы Алютеков, обращайте внимание на свои прицепы, не думайте, что они у вас суперкрепкие, супернадежные и никогда не развалятся. Проблема в том, что получается, что чем свежее прицеп, вот Белли 4 серии, вот эта вот его эволюция, там 6-7 серия, как бы становится все хуже. Такое ощущение, что к тому моменту, когда Белли собирался выпустить прицепы, собранные по технологии Алютек, они упрощали вот эти старые, ну, как бы технологии старые, они как бы делали проще, чтобы, ну, не знаю, чтобы сделать прибыль побольше, там, трудно сказать, что было у них в головах, когда они готовились к выпуску Алютека. Но вот результат есть, вы его все видели, вот эти гниющие полы, и это как бы на самом деле грустно. недавно, буквально на днях, я выложил ролик по Кучману, вот я делал прицеп Кучман, вот там наоборот, я делал старые прицепы Кучмана, там была технология производства, она была такой же, как во всех прицепах, то есть передняя панель собиралась, вот оконная рама, сама вот эти очки, так называемые, они собирались из реек. В итоге там прицеп был 2007 года, и там уже стоит цельная панель. Мне многие начали писать в комментариях, что это ремонтный прицеп, что он отремонтирован. Я, конечно, очень рад за то, что у нас есть в стране очень много таких профессиональных людей, которые просто по видео определяют, что вот этот прицеп был отремонтирован, и на заводе так не делают. Конечно, если вы видите такой прицеп, и он не подходит, то, что видели вы до этого, да, там разбирали свой прицеп, у вас по-другому, это совершенно не значит, что прицеп был отремонтирован когда-то кем-то поверьте мне просто на слово там ну человеку который ремонтировал прицеп это все заводское это вот такое отступление да то есть я отвечаю на вопросы тех людей которые пишут что этот прицеп отремонтировать нет друзья это все заводское это говорит о том что на кучмане на оборот старались сделать прицеп как можно лучше то есть как можно крепче да у него и появились проблемы но надо понимать что прицепу 15 лет и при там долгой эксплуатации конечно же какие-то проблемы вылезает но сейчас этот прицеп отремонтирован он будет ездить долгие долгие годы и те решения которые применены они только будут как бы способствовать его и хорошей эксплуатации так что друзья этот прицеп не ремонтированного под кучма который я делал он не ремонтный он все в заводском исполнении если кто-то сомневается в этом и хочет со мной поспорить то пожалуйста звоните мне на телефон я вам как бы на пальцах объясню почему я считаю что он заводской то что вы видели видео и вам показалось что он ремонтный нет это не так все заводское ну ладно это такое отступление было лирическое давайте вернемся к были 6 7 серии на самом деле то что произошло с этим прицепом и с тем сенатором который я видел и я его кстати буду делать наверное осенью тоже выложу видео про этот были сенатор там немножко все хуже потому что при шатании коробки уже полы сами по себе гуляют то есть когда вы шатаете прицеп уже слышно как фанера как бы то есть листы фанеры трутся друг об друга издавая такой неприятный скрежет сделаю видео тоже об усилении прицепа на самом деле конечно же не все прицепы такие я вот в апреле ремонтировал прицепную дооборудовал прицеп малыш такой по моему триста восьмидесятые тоже были 7 серии и там с полами все было идеально то есть я дополнительно про герметизировал все вот эти критические зоны и обработал полы поэтому с этим прицепом уже в будущем ничего такого плохого по крайней мере ближайшие там долгие годы там не произойдет если вы собираетесь покупать прицеп 6 7 серии они действительно хороши они хороши внутри они красиво выглядят снаружи особое внимание обратите на полы не все прицепы повторюсь в таком состоянии поэтому особое внимание на полы этих прицепов потому что как вы уже поняли они как бы подвержены вот такому гниению из-за этих вот этих всех декоративных штучек так что особое внимание и прицепы хорошие на самом деле я остаюсь при своем мнении что были одни из лучших прицепов сейчас у меня ремонте стоит элдис пятнадцатого года о нем я тоже выложу ролик прекрасный прицеп там полы то ли текстолитовый то ли армированная фанера влагостойкая полы просто идеально просто прекрасный но у него свои проблемы вы их увидите в следующем ролике ну в общем любой прицеп требует к себе внимание не забывайте что это транспортное средство вы же ремонтируете свою машину то же самое следует как бы делать обращать внимание на свой прицеп не надо его эксплуатировать так съездили приехали отдохнули на следующий год опять поехали и не обращаем внимание думаю что это прицеп как вот тот грузовой который мы цепляем машине годами его таскаем за собой не обращаем на него внимание нет прицеп караван это серьезная штука как бы высокий центр тяжести он сделан из сэндвич панелей понятно что это дерево саморезы раскачиваются тем более наши дороги они просто убивают эти прицепы поэтому эксплуатирую прицеп караван обращайте на него внимание это тоже так такая же машина на которую ездите вы если вы будете это делать все будет отлично на этом друзья все хороших вам путешествий сейчас сезон под смотрите мой youtube канал да сейчас много вопросов там вот люди смотрят вот я про кучман выложил задают вопросы по лютеку посмотрите все это есть у меня на канале много ремонтов прицепов то есть ремонт и я делаю выкладывают для того чтобы вы понимали на что обращать внимание при покупке прицепа и показываю рассказываю как это делать сейчас у меня есть телеграм-канал сейчас сезон люди отдыхают и очень много информации о том где отдыхать где куда лучше поехать объясняют какие кемпинги где находится какие условия в этих кемпингах и так далее так далее подписывайтесь на телеграм-канал спасибо всем тем кто на телеграм-канале выкладывает ту информацию вот о кемпингах я думаю она очень полезна для тех кто хочет путешествовать ну на этом наверно друзья все всем удачи пока